МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Умним гособвинение просило назначить Забинкову наказание в виде 18 лет лишения свободы. Но суд посчитал Забинкова невиновным. Состава преступления не было. Была необходимая самооборона. В зале суда Александра освободили из-под стражи. Первой, по нашим данным, апелляционную жалобу на решение суда подала потерпевшая Светлана Федяева, соседка Забинкова, у которой в тот роковой вечер 2 мая 2020 года был убит сын. Кроме того, жалобу подали и другие потерпевшие. Сегодня стало известно, что с апелляционной жалобой Верховный суд обратилась и сторона государственного обвинения. Александр, его жена Марина и адвокат Галина Иванцова стали эксклюзивными гостями программы «Тема дня». Специальное интервью для патрульной службы дал и председатель, стоящий на процессе, федеральный судья Борис Райкис. Он признался, что за более чем четверть века его работы в системе правосудия Тверской области это первый оправдательный приговор по такой статье. Что же касается вопроса о знании законодательства, о необходимой обороне, то, к сожалению, должен констатировать, что не только обычные граждане, но зачастую и сотрудники правоохранительных органов слабо владеют этим вопросом. В частности, подтверждением этого, наверное, служит и данный процесс. Потому что в обвинении, которое предъявлялось за Бенкову, имелись ссылки, которые прямо противоречат закону. Например, утверждалось, что он и другие лица, которые находились на придомовой территории, включая двух малолетних детей, не были ограничены в передвижении и могли избежать конфликта, который произошел, а вернее того нападения, которое имело место со стороны погибших. Но законодательство четко предусматривает, что право на необходимую оборону нашего гражданина России, да и любого человека, который этим правом располагает, ни в коей мере не зависит от того, что он может избежать этого нападения. Иными словами, человек не должен убегать, когда на него нападают. Он имеет право остаться и оказать сопротивление. Это первое. Второй момент. У нас путают понятие необходимой обороны общественно опасного посягательства и понятие необходимой обороны вообще. Здесь речь идет о том, что если посягательство является общественно опасным, направлено на жизнь или на здоровье другого человека, то в этой ситуации человек может, оказывая сопротивление, причинить любой вред посягающему лицу. Это тоже в данном случае учтено не было. Ну и, наверное, важным будет то, что в данном случае, несмотря на то, что, как указано было в обвинении, нападавшие не причинили существенного вреда здоровью тех, кто, как и Забинков, находился на участке возле его дома, тем не менее характер этого насилия, тем не менее действия, которые они совершали, создавали реальную опасность и угрозу для жизни. И если бы Забинков не пресек эти действия тем способом, который установил суд, то неизвестно, каким последствиям привели бы действия нападавших. Было установлено, в частности, что по меньшей мере двое из них были вооружены палками. Было установлено, что за короткий промежуток времени, в течение примерно двух минут, нападавшие причинили значительное количество телесных повреждений, нанесли значительное количество ударов палками, ногами одному из двух мужчин, находившихся на участке. Они имели значительное численное преимущество, четверо фактически против двух. Тут же были дети и тут же были женщины, которые пытались их остановить, но их это не останавливало. Более того, одной из женщин были тоже нанесены удары палками, причинены телесные повреждения. Вторая тоже пострадала, когда они врывались на участок. Все это создавало объективную картину происшедшего и давало основание Забинкову считать, что в том случае, если он сопротивления не окажет, то, соответственно, пострадает его жена, жена его товарища, товарищ которого, в принципе, уже они посчитали, и он, и девушки, которые там были, посчитали мертвым, потому что действительно на месте было обильное количество следов крови, крови, которая именно принадлежала тому человеку, которого сбили с ног, наносили удары палкой и ногами по телу, по голове и так далее. Как посмотрит на дело Верховный суд? Сохранит ли силу приговор, услышав о котором люди поверили в справедливости, в то, что закон на нашей стране, когда нашей жизни, жизни родных и близких грозит реальная опасность, и ты вынужден защищаться. Мы следим за ходом событий. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...